Дорогие друзья, день добрый. Меня зовут Филипп Березин, я главный редактор портала Prean.ru «Недвижимость за рубежом». Мы начинаем наш очередной вебинар. Он будет по многим параметрам необычный, в частности, например, тем, что мы сегодня практически не будем говорить о недвижимости. Тема наша сегодня будет скорее связанная с трудоустройством, связанная с иммиграцией. Собственно, лишний раз говорить о ней не стоит, об этой теме как таковой. Просто название произнесу «Вид на жительство на Кипре. Решение для граждан Российской Федерации через трудоустройство». Формально это решение не только для граждан Российской Федерации, а, собственно, граждане любых стран такой схемой могут воспользоваться. Просто, ну, в силу разных причин, о которых здесь мы сейчас говорить особо не будем, для граждан России, может быть, это сегодня существенно более интересно. Сразу представляю моего собеседника, главного нашего эксперта сегодня. Это проектный менеджер компании «Leon Family Office» Родион Тахтаров. Родион, здравствуйте. Да, здравствуйте, Филипп. Очень рад присутствовать. Приветствую вас. Приветствую всех участников вебинара. Да, меня зовут Родион Тахтаров. Я проектный менеджер сети семейных офисов «Leon». Окей. Я буквально еще пару слов перед тем, как начать уже наш диалог. Просто пару объявлений сделаю. Безусловно, традиционно будет запись этого вебинара. В чате, я думаю, можно будет сразу опубликовать контакты. И второй необычный момент, связанный с нашим сегодняшним вебинаром. Обычно наш вебинар – это некая дискуссия. Много вопросов, ответы. Тема сегодня такая достаточно просто сформулированная. Там очень много разных нюансов. Поэтому, скорее, мы сегодня ее построим в формате презентации. То есть, от меня вопросов будет минимум. В основном, все, что важно, скажет Родион. И чуть позже подключится наша коллега Ава Винокурова, юрист, представитель по обслуживанию клиентов компании «Wellsmo Service» на Кипре. И после того, как уже вебинар закончится, можно будет этому в частном порядке задать вопросы. Тема такая, что очень много разных нюансов. Их лучше осветить уже, может быть, в частных беседах. Итак, Родион, буквально пару слов тогда от вас. Кого вы представляете и о чем сегодня будем говорить? Да, ну, предмет нашей беседы, как вы уже упомянули, это вид на жительство на Кипре через получение рабочей визы там. Продукт сейчас, как мы догадываемся, стремительно набирает популярность. Особенно, как вы, верно, заметили, для граждан РФ. Данный проект вам поможет реализовать компания «Wellsmoor». Это наши очень хорошие партнеры уже длительное время. Компания «Wellsmoor». На рынке они более 15 лет. Оказывают весь комплекс услуг по администрированию компаний, управлению трастами, налоговому планированию и прочие смежные услуги. Рекомендуем. Окей, давайте тогда несколько слов, в принципе, о той ситуации, о тех проблемах, о тех задачах, которые может решить вид на жительство на Кипре сегодня. Да, вопрос действительно фундаментальный. Почему у нас, собственно, возникла такая необходимость получить ВНЖ на Кипре? Ну, как мы знаем, после 24 февраля 2022 года случились санкции, так называемые секторальные санкции, которые коснулись всех граждан РФ. С какими же вызовами мы в связи с этим столкнулись? Давайте по ним пройдемся. Ну, во-первых, это невозможность открыть банковский счет в стране ЕС. Зачем такой банковский счет нужен, я думаю, всем понятно. Это возможность перемещать свой капитал в надежные европейские банки. Это доступ к европейским финансовым инструментам. И это возможность оплачивать товары и услуги в Европе, поскольку, как мы знаем, к сожалению, для российских банков такая возможность сейчас закрыта. Второе ограничение связано с путешествиями. Закрыто авиасообщение между Европой и Россией. К сожалению, ситуация ухудшается с каждым днем. Мы это наблюдаем. Третье существенное ограничение для тех, кто с ним столкнулся, это невозможность создать, поддерживать иностранную структуру в европейском государстве, будь то Траст или компания. Таким образом, если в структуре ваших активов такая компания или Траст есть, или вы планируете ее завнедрить по той или иной причине, к сожалению, сейчас это сделать невозможно. Окей. Ну, второй мой вопрос, наверное, немножко проистекает из первого. Предположим, что вид на жительство есть. Какие в этом случае проблемы решены? И я опять обращаюсь к презентации. По большому счету, она и будет сегодня нашим путеводителем по всему нашему вебинару. Ну, да, собственно, ответом на эти вызовы действительно является ВНЖ на Кипре через трудоустройство. Таким образом, вы сможете открыть банковский счет в Европе. Вы сможете в любой момент времени прилететь на Кипр, оставаться здесь, работать. Это решает проблемы с путешествием. Осторожно можно предположить, что это положительно скажется на вашей визовой истории при получении шенгенской визы, поскольку у вас будет такая существенная связь с европейским государством. И вы сможете учреждать компании, трасты в любой европейской стране. Кроме того, есть два существенных плюса также. Это возможность стать налоговым резидентом на Кипре по правилу 60-дневного пребывания. Напомню, что общее правило 183 дня в году. Кроме того, ваши близкие родственники смогут получить ВНЖ как лица, зависящие от вас и пользоваться всеми благами. Под близкими родственниками мы предполагаем вас, супругу или супругу, а также детей в возрасте до 25 лет. И здесь такая маленькая ремарка тоже. Мы можем аккуратно предположить, что все последующие санкции секторальные, которые будут вводиться в отношении граждан РФ, также можно будет нивелировать с помощью ВНЖ в европейском государстве, поскольку все существующие санкции сейчас имеют оговорку. В том числе они неприменимы, если у гражданина РФ есть ВНЖ в Европе. Соответственно, есть такое предположение, что это правило продолжит действовать. Хорошо. Если мы говорим о основаниях для получения ВНЖ, их в любой стране несколько. Собственно, на Кипр в данном случае не исключение. Собственно, через трудоустройство это одна из возможностей. Есть и другие. Какое место в иерархии занимает, на ваш взгляд, именно получение ВНЖ через трудоустройство? Вот эта схема. В чем ее особенность и в чем может быть ее преимущество относительно других, также популярных схем? Ну, мы считаем, что на данный момент это наиболее оптимальная опция, самый лучший вариант получить ВНЖ в Европе. Давайте рассмотрим альтернативы, чтобы ответить. Вопрос, почему же мы так считаем. Ну, во-первых, такой широкий круг альтернатив. ВНЖ в другом европейском государстве. Насколько мы знаем, сейчас очень сложно получить ВНЖ где бы то ни было, в Европе, помимо Кипра. Процедуры значительно ужесточились, удлинились во времени. Поэтому Кипр по-прежнему остается актуальным, традиционным. Такая спасительная гавань для российских граждан. Как это всегда было и есть, видимо, и будет еще долгое время. Что касается Кипра, действительно, есть альтернативы, да, и продвинутый участник нашего вебинара может задать вопросом, о чем рабочие визы лучше, визитор с визы, да, или виды на жительство за инвестиции. Две другие альтернативы на Кипре. Давайте подробно остановимся на каждом из этих вариантов. Начнем с визитор с визы. Как это выглядит для тех, кто не знает. Итак, вы прибываете на Кипр, снимаете здесь жилье, либо приобретаете его, и показываете иностранный источник дохода. Звучит все предельно просто, но на практике есть ряд существенных недостатков. Первый недостаток в том, что у вас будет слабая, очень слабая связь с Кипром. По сути, это только арендованное, ну или купленное жилье. И в условиях, когда комплайнс-банк, он ужесточается день от дня, я думаю, кто-то с этим тоже столкнулся, да, в особенности в отношении требования к ВНЖ, к вашему присутствию в государстве. Любой комплайнс-банк будет это понимать, что у вас, по сути, с Кипром, вас с Кипром связывает только аренда недвижимости, условно, да. Соответственно, существенно высший риск того, что счет вам не откроет. Кроме того, такая виза, визаторс-виза, выдается на один год, в отличие от рабочей визы, которая выдается на два года. Соответственно, каждый год вам придется проходить процедуру заново, отвлекать ресурсы, тратить время, тратить деньги, дополнительные неудобства. И третий существенный недостаток, о котором многие могут не знать, в силу бюрократических особенностей Кипра, такие заявки рассматриваются очень долго, в заявке на визаторс-виза. И мы знаем реальные случаи, такие как бы, ну, с одной стороны, анекдотичные, с другой стороны, грустные. Когда человек подает на ВНЖ, проходит 12 месяцев, ему нужно подавать уже на новое ВНЖ, а он не получил еще старое. То есть, да, он может находиться на острове легально в статусе заявителя на ВНЖ, однако, как вы понимаете, это создает проблемы с теми же банками, потому что далеко не каждый банк будет вникать в эти тонкости. Перейдем к ВНЖ-инвестиции, так называемой «золотой ВНЖ». В чем минусы его? Первый минус – это риск отмены таких программ. Мы слышим мнение европейских чиновников уже сейчас, что такие программы могут быть не совсем честным способом обхода санкций, потому что заплатил деньги, вроде как, ты и свободен. В связи с этим, такие программы могут быть либо отменены в Европе вообще, либо, по особенности в отношении российских граждан, кейсы могут быть пересмотрены, а ВНЖ, к сожалению, отозваны. Соответственно, банковский счет автоматически тоже будет закрыт. Второй недостаток в том, на наш взгляд, это недостаток в том, что вам потребуется инвестировать от 300 тысяч евро такой неликвидный актив, по нашему мнению, недвижимость на Кипре. Рынок сейчас очень сильно перегрет. Это первое. Второе – это, наверное, естественный процесс такой рыночный, когда у вас есть вот этот критерий 300 тысяч и спрос на это. Часто цены подгоняются под этот критерий. То есть в действительности недвижимость может стоить дешевле, но покупатель составляет 300 тысяч. Опять же, если такие программы будут отменены, то есть существенный риск, что цена на недвижимость, которую вы приобретете, резко упадет. Окей. Ну, как я уже сказал, у нас именно сейчас презентация, поэтому не будем особо вдаваться в дискуссию о том, переоценена недвижимость Кипра, не переоценена. Я отвечу сам на вопрос Елены, вот нашей зрительницы. Да, мы сегодня говорим именно о территории Южного Кипра. Ну, можно назвать гречески, но Южный Кипр, я думаю, назвать корректнее. Чуть позже я задам Тимофею, безусловно, и ваш вопрос. Ну, давайте все-таки перейдем к той услуге, к тому, собственно, сервису, который предлагаете вы и ваши партнеры из компании WellSmo. Наверное, пару слов от вас, и потом мы подключим АВУ, чтобы она смогла проговорить некоторые технические формальности, которые, собственно, являются основой участия в этой схеме. Ну, структура услуги этого продукта, она крайне проста, да, то есть, ну, теоретически вы сами можете трудоустроиться на Кипре, но, как вы понимаете, это, ну, непросто, да. Компания выводит всю процедуру на себя, как с технической точки зрения, да, там, взаимодействие с получением ВНЖ, помощь в открытии, так и штукантивно WellSmo находит компанию, которая вас трудоустроит. Ну, такая услуга под ключ, так скажем. Что касается критериев, да, это важный момент. Какие необходимо соблюсти условия, чтобы на Кипре трудоустроить? Во-первых, у вас должен быть диплом о высшем образовании, чтобы продемонстрировать миграционному органу, что вы высококвалифицированы. Второе, потребуется арендовать либо купить недвижимость здесь. Что касается аренды, вы можете подобрать в зависимости от ваших потребностей. Если вы планируете находиться на Кипре в длительное время, WellSmo поможет вам найти квартиру, либо дом, соответствующий вашим потребностям. Если вы планируете посещать Кипр, ну, что называется, набегами, это вариант, такой шерд, минимально необходимый для получения в ВНЖ, открытие банковского счета. Да, что касается тех самых набегов, о которых я сказал, вам потребуется посещать Кипр как минимум один раз в три месяца, для того, чтобы ВНЖ не было отложено. И четвертое, ваша зарплата будет составлять минимум две с половиной тысячи евро гроз с учетом всех платежей и налогов. Окей, давайте поступим следующим образом. Ава, если вы нас сейчас слышите, думаю, так оно и есть, вы могли подключиться к нам, и мы продолжим как раз эти нюансы оговаривать. Ава, здравствуйте, вы нас видите и слышите? Здравствуйте, Филипп, привет, и доброго дня всем, и спасибо за представление. Да, значит, Ава, ну, от вас мы сейчас ждем чуть более подробного рассказа о том, что, собственно, требуется и как, собственно, будет проходить весь этот процесс уже на кипрской стороне. Пожалуйста, я включу слайды презентации. Ну, так, существует два способа выезда на Кипр для получения рабочей визы. Выезжая на Кипр с разрешения на выезд или выезжая на Кипр в качестве туриста. Найболее распространенным способом является выезд на Кипр по туристической визе. Для получения туристической визы вам необходимо посетить посольство Кипра в России. На Кипре вам необходимо пройти медицинское обследование, которое состоится из рентген и анализа крови. Наша команда поможет вам записаться на прием для сдачи анализов. Затем мы предоставим вам ваш трудовый договор с выбранным работодателем. Мы организуем для вас медицинские страховки на Кипре у наших страховых агентов. Вы должны получить договор аренды, чтобы кипрская недвижимость стала вашим адресом местожительства. Все оригиналы документов, необходимые для вашей встречи в миграционном департаменте, будут показаны на следующем слайде. Они должны быть переведены на Кипр. Если ваши документы не из России, а из Беларуси или другой стороны, вы также должны апостелировать ваши документы в кипрских судах. Наши миграционные эксперты проведут эту процедуру за вас. После этого ваш работодатель организует вашу встречу с департаментом миграции. Представитель нашей команды присоединится к вам на премии. Для вашей записи в кипрских миграционном отделе вам нужно будет предоставить документы, перечисленные на экране. Если ваша семья присоединится к вам или планирует присоединиться к вам в будущем, вы должны предоставить свидетельство о браке и свидетельство о рождении детей. Как только вы с нашей помощью заполните свое заявление в миграционном департаменте, вам будет выездана квитанция с подтверждением. Это позволит вам путешествовать на Кипр и обратно, пока вы ждете получения рабочей визы и удостоверения личности иностранца. Обычно ваша рабочая виза и удостоверение личности выдаются в течение 2 недель после заполнения вашего заявления. В настоящее время из-за большего количества заявок этот процесс занимает около месяца. Окей, Ава, спасибо огромное. Я, на самом деле, у вас была такая тоже, как я уже говорил, поскольку у нас сейчас есть еще одна презентация. Спасибо. Я думаю, что при желании вот все эти, ну всю эту презентацию можно будет отправить там всем желающим. Я думаю, что если опубликуем контакты в чате, то как раз счастье тоже будет не лишним. Можно будет просто, чтобы обратились к вам и сделали такой запрос. Ава, спасибо. Спасибо. Родион, я просто хочу работать с вами все-таки, чтобы несколько слов вы сказали о, собственно, сути технологии процесса. Я думаю, что она для многих осталась не совсем понятной, как это по факту происходит. Да, разумеется. Ава, благодарю тоже заочно за такой рассказ подробный. И сделаю, да, действительно пару таких акцентов. Ава, все верно, отразила. Здесь вот что важно учитывать, да, в отношении процедуры. Два способа, как Ава заметила, да. Это, ну назовем ему стандартный, долгий, это въехать на Кипр через получение разрешения на въезд в качестве будущего работника и так далее. Более быстрый вариант и простой – это въехать на Кипр по туристической визе. Можно сделать это по визе ВНЖ, можно сделать по кипрской визе, въехать в качестве туриста и здесь уже на Кипре поменять свой статус на статус работника. Процедура будет быстрее, ну, наверное, где-то в полтора, порой в два раза. Что касается документов, два нюанса я бы здесь хотел тоже акцентировать. Во-первых, документы из Беларуси, Украины, откуда вы планируете релаксироваться, необходимо будет легализовать, то есть апостелировать и нотариально перевести, ну, перевести, нотариально заверить данный перевод на английский язык. Также, обращая внимание, там вот среди того списка, на седьмом слайде, продемонстрируйте, пожалуйста, Филипп, что вы наглядываете. Здесь вот есть в левой колонке четвертый документ «Справка об отсутствии студимости». Обратите внимание, такой документ готовится в России до 30 дней, да, и этот срок нужно закладывать. А так, в целом, процедура довольно проста, Велсмор проведет вас по всем этапам, ну, ничего там сверхъестественного нет. Пара вопросов, которые пришли, я еще раз подчеркну, на большую часть мы будем, ну, просто изначально так договорились, что можно будет ответить уже скорее в частном порядке, эксперты ответят, когда вы им уберете, но, например, есть ли какие-то ограничения по возрасту или, вот скажем, программа для лиц 65-70 лет тоже подходит? В качестве сотрудника, насколько я понимаю, да, но я думаю, что это лучше уточнить у коллега. Хорошо. Значит, ну, давайте тогда еще пару моментов уточним. Если мы говорим о, ну, хорошо, там, работа есть, как связаны все-таки работы и, например, открытие счета, то есть то, чем занимается ваше. Да, ну, открыть банковский счет будет, как бы, ну, практически гарантированно, да, если мы пройдем всю процедуру, да, и если будем придерживаться рекомендаций. Значит, сам процесс предельно простой. Вы подготавливаете документы, Белсмор помогает вам заполнить все необходимые формы, документы подаются в банк, банк рассматривает заявку и открывает вам счет. Вся процедура занимает порядка двух-четыре-х недели. Что здесь важно учитывать? Две тенденции. Первая тенденция, вы, возможно, с ней знакомы, это ужесточающееся требование банка к своим клиентам. И мы от киборских банков тоже получили такой неформальный сигнал, что им, конечно же, интересно длительное и такое, ну, существенное сотрудничество. Поэтому неснижаемый остаток в размере примерно трехсот тысяч долларов или евро станет, ну, такой хорошей защитой от того, что ваш счет будет закрыт банком по причине того, что банку просто перестало быть это интересным. Вторая тенденция, которую необходимо учитывать, это то, что на Кипре внедряется принцип так называемый тайс-связи по аналогии с тем, как это работает в Великобритании. Суть этого принципа в том, что юрисдикция, в нашем случае Кипр, каждый раз рассматривает своего резидента, ну, я имею в виду того, кто получил ВНЖ, всесторонний комплекс на предмет достаточности связей для того, чтобы продолжать эти взаимоотношения, для того, чтобы сохранять ВНЖ. Если юрисдикция сочтет, что этих связей недостаточно, ВНЖ может быть отозвана. А в связи с этим, вот те самые 300 тысяч условные, мы рекомендуем вкладывать именно в кипрские активы. Это покроет вот этот принцип тайс, удовлетворит его, потому что у вас будет уже такой, ну, по-настоящему плотный узел связи с Кипром. Кроме того, как бы, ну, очевидный плюс, деньги не будут лежать с мертвым грузом, они будут приносить доход. На наш взгляд, на Кипре по-настоящему интересной опцией инвестиции на данный момент являются инвестиционные фонды кипрские. И, кстати говоря, у компании Леон также есть такие опции, также есть такие фонды на Кипре. Сразу уточняющий вопрос, вот, был от нашего зрителя. Отказывает ли Велсмо-сервис или Леон-фэмили-офис услуги по открытию брокерских счетов и депо-счетов с целью перевода бумаг из России и последующей консультации? А нет, нет, скажи, нет. Ну, окей. Хорошо. Следующий тогда вопрос, который тоже, наверное, нужно отдельно осветить. В результате, все-таки, какой пакет услуг, что, собственно, сделает для заявителя Велсмо? Ну, потому что, ну, Ау об этом не сказала, а это, в общем, вот такой важный момент. Ну, как я говорил, это услуги под ключ, получение ВНЖ, открытие банковского счета. И если необходимо, вот, поиск того самого шерер-варианта для того, чтобы показать, что у вас есть место жительства на Кипре. Ну, либо помощь в поиске недвижимости под такой полноценный съем. И, ну, да, вот важно, что отметить, как бы после того, как вы все это получите, вы же будете трудоустроены, да, и, соответственно, вот это вот, ну, как бы, такое постобслуживание, оно продолжается, да, потому что, ну, вам будет выплачиваться зарплата, там, и у миграционного органа, там, периодически могут возникать какие-то вопросы. Абсолютно точно у банка будут периодические комплайнс-проверки регулярные, да. С этим всем вам поможет Волкморк. Хорошо. Ну, и тогда у нас сегодня довольно-таки, ну, короче, обычный вебинар, но, тем не менее, важный, наверное, по сути, последний вопрос, все-таки расходы. Понятное дело, что если Волсмо предлагает варианты трудоустройства, это происходит не бесплатно. Каковы расходы заявителя для получения такого венджа? Угу. Да, давайте для удобства откроем слайд последний, по-моему, предпоследний. Мы разделили ваши расходы, да, на часть, которая идет на оплату услуг Волсморк, и накладные расходы, которые возникают в связи с трудоустройством. Часть Волсморк – это 16 тысяч евро разово. Все цены здесь, они указаны с НДС, это конечные суммы. 16 тысяч разово. И последующее сопровождение – 350 евро в месяц. Накладные расходы – это 4 тысячи разово, это там, заверение документов, оплата всевозможных сборов, отчислений. И 1700 ежемесячно – это сумма состоит из налогов, социальных сборов, там, пошлин, которые необходимо здесь оплачивать на Кипре в связи с трудоустройством. Важный момент. ВНЖ на основании трудоустройства, он выдается на 2 года? Да, да. Что происходит через 2 года? Волсморк обновляет эту заявку, делает это в таком, я бы сказал, даже рутинном режиме, то есть от вас ничего особо не потребуется, разве что там, может быть, какие-то обновленные документы предоставить. Ну, и все это входит в пакет КУК, в ту стоимость, которая здесь продемонстрируется. Еще разочек, тогда я попрошу вас, Родион, в двух словах все-таки повторить. Какие граждане, с точки зрения их, ну, там, какие базовые требования предъявляются тем, кто может рассчитывать на вот такого рода визу? По большому счету, это наличие диплома о высшем образовании. Все остальное, как говорится, приложится. То есть как тогда выстроить работу, то есть с чего нужно начать? Я думаю, что мы сейчас можем еще просто телефон указать. То есть, хорошо, человек звонит вам, и что происходит дальше? Дальше происходит, как бы в зависимости от того, заинтересован человек или нет, получение ВНЖ на самом деле. Потому что, ну, вот трек-рекорд у Wellsmore, он очень хороший. Сто процентов кейсов, которые были до этого, они реализованы успешно. Ну, то есть, я думаю, что в любом случае, вот, взаимодействие с Wellsmore и общение с вами, я думаю, уже, ну, предмет каких-то более, уже таких частных разговоров. Я думаю, что, друзья, как мы и говорили в самом начале, у нас сегодня не совсем типичный вебинар. Правильнее будет просто позвонить данным телефоном по завершению вебинара и задать все вопросы. Но суть в двух словах, чтобы была понятна, компания Wellsmore помогает на них и работодателя, которые согласны взять вас на работу. Да, да, именно. Я, может быть, не совсем понял, как бы... Да, вот вы на это я хотели. ...понял ваши вопросы, да, когда вы спросили, что происходит. Вы обращаетесь в Wellsmore. Велсмор ведет вас от и до по всему процессу, да, говорит, какие документы предоставить, рассматривает ваш кейс. Далее проходим через процедуру получения ВНЖ. Параллельно в Wellsmore вас трудоустроивает, входит в компанию, которая будет готова вас трудоустроить на Кипре. Какой, если сможете сказать, Родион, какой срок занимает получение этого вида на жительство? А вы, по-моему, несколько слов об этом сказали, но просто... Да, конечно, но, смотрите, где-то в зависимости от того, вот, помните, мы говорили про два варианта, въезжаем мы вот по разрешению на въезд в качестве там будущего работника, либо по туристической визе, где-то, наверное, от полутора до двух месяцев, но здесь вот, Ава об этом тоже упомянула, здесь нужно учитывать загруженность миграционных центров, потому что, ну, я, к сожалению, ожидаю, что сейчас они будут еще более загружены. Ну да, предпосылки есть, скажем. О, если говорить так, да, я бы сказал, наверное, да, полтора-два месяца, да, и если вы делаете это через въезд, да, то это скорее, там, ну, как бы месяц, да, при этом вот важно учитывать, что если вы въезжаете к туристу, да, вам не обязательно весь месяц находиться здесь, там, порядка пяти-семи дней, там, может быть, максимум десяти вам нужно будет находиться здесь, далее, там, вы можете Кипр покинуть, а Тосмор уже, там, получит ВНЖ по доверенности за вас. Да, и вот касательно банковского счета, это, ну, до месяца, где-то так, две-две серии с того момента, как вы получили ВНЖ. Отдельный вопрос, вот, гарантии, потому что, ну, сумма все-таки не такая маленькая, да, там, 16 евро, каковы гарантии и что происходит, если вдруг по каким-то причинам работу, вот, работодателя найти не удается? Очень хороший вопрос. Филипп, я предлагаю открыть вот слайд тогда, чтобы наглядно было. Да, давайте. Предпоследний. Смотрите, да, вот, что касается, ну, поскольку мы говорим, да, там, о такой оказии, да, так скажем, что по какой-то причине невероятной вам не выдали ВНЖ, мы не касаемся вот правых цифр, да, которые ежемесячные. То есть, вот, есть 16 тысяч, 4 тысячи. 4 тысячи это накладные расходы. Если они на тот момент уже были заплачены, да, там, в бюджет, конечно же, мы обратно их не получим, то есть, ну, нужно закладывать, что, скорее всего, 4 тысячи мы потеряем. Что касается стоимости услуг Велсмор, то львиная доля этой стоимости будет возвращена. Велсмор покроет только свое время, так скажем, потраченное на сопровождение вашего кейса. И, ну, здесь в зависимости от ситуации, этот, ну, от 2, может быть, до 4 тысяч евро Велсмор себя ставит. То есть, в зависимости от того, на каком этапе мы получили отказ. Если это будет там сразу понятно, да, то практически всю сумму отвернут. Можно ли узнать, все-таки вы говорите о том, что богатый опыт у компании, ну, хотя бы, если вы, конечно, владеете такой цифрой, какое количество заявителей уже получили таким образом вид на жительство? Не, ну, это лучше, конечно, Велсмор спросить, потому что тут это, как бы... То есть, это скорее только в нормате. Окей. Ну, как, я наблюдаю довольно много кейсов, которые проходят. Ну, там, 1, 2, 5, 7, сколько вы наблюдали хотя бы такой тогда вопрос можете сказать? Ну, около 10 я видел вот своими глазами там за последние пару месяцев. Понятно. Ну, и еще... Ну, я просто, как бы, хочу сказать, что это может быть всего лишь верхушка айсберга, я поэтому, ну, нужно действительно обратиться к Велсмору. И единственное время еще, какие анализы входят в медицинское обследование. Есть такая информация, и Ава готова была ее сказать. А я вам скажу, на самом деле, я знаю, поскольку сам недавно эти процедуры проходил. Там анализ на кровь и флюорография. Она говорила, что там еще есть... А, ну, просто анализ крови, он просто такой довольно... Да, да, там анализ крови довольно-довольно большой. Ну, как там стандартные гипотистики там и прочее. А в каком кипрском банке? Вы можете лишь сказать несколько слов про кипрские банки, в которых открывается счет? Или там много разных вариантов есть? Ну, там много разных вариантов есть. С кем мы общались? Это Евробанк, там, банк Cyprus, Helenic. Ну, это на самом деле, как бы, все в индивидуальном порядке будет решаться. Там зависит от вашего кейса, от ваших предпочтений опять. Окей, ну что ж, дорогие друзья, я на этом, на самом деле, буду уже закругляться в проведении этой нашей презентации, нашего вебинара. Да, действительно, ситуация очень меняется, и, соответственно, пожелания к компаниям и пожелания к оформлению вида на жительство, тем более, там, гражданство становится все больше со стороны, в том числе россиян. Мы сейчас говорим в первую очередь о них. Вопрос еще, вот, они поступают. Я хочу отметить, что если на какие-то вопросы мы не ответили, то в статье, которая будет опубликована на апреля по завершению вебинара, мы, несомненно, непременно это сделаем. Могут ли отказать в получении ВНЖ, если справки из МВД будут сведения о привлечении к уголовной ответственности без судимости? Ну, вот, я бы сказал так, у меня есть ответ на этот вопрос, вот, слово могут в данном случае так, гарантированно откажут, нет, у меня не скажут. Это, конечно, сейчас за этим смотрят особенно внимательно, но тут очень сильная, ну, практика последних месяцев показывает, что есть случаи в одну и в другую сторону. Это даже я могу ответить. Я думаю, что здесь Максим, ну, правильнее будет, позвонить там с Родиону или коллегам из компании WellsMoy и тогда уже поговорить с ним. Итак, дорогие друзья, уложились в 36 минут, презентация на этом предложение наше закончена. Родион, спасибо вам огромное. Родион Доктар, проектный менеджер Leon Family Office. Пожалуйста, пишите, звоните, коли такой интерес есть, и запись вебинара будет на Прианру, также будет публикация в Телеграм, если вы на наш Телеграм подписаны. Ну, и тоже обращайте внимание, у нас в ближайшее время еще несколько вебинаров, в том числе посвященных иммиграции. Эта задача сейчас для многих более актуальна, чем приобретение недвижимости, хотя и про нее мы тоже не забываем. Родион, еще раз спасибо и до встречи. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо вам, всех ждем на Кипре. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok